До исчезновения неандертальцы были довольно тесно связаны с современными людьми и скрещивались с предками неафриканских популяций, поделившись своим геномом, когда современные люди вышли из Африки. Наследие этого потока генов сохраняется благодаря неандертальским вариантам, которые выживают в современной человеческой ДНК. С момента установления этого факта многие люди задаются вопросом, а какое влияние оказывают неандертальские гены на современных людей? Привнесённые фрагменты ДНК неандертальцев в современных неафриканских популяциях составляют около 1-3%, а в целом около 40% генома неандертальцев распространено среди современных людей. Тем не менее нейронные последствия этого наследства являются неопределёнными, однако продолжающиеся исследования постепенно отвечают на эти вопросы. Существенные когнитивные достижения неандертальцев схожи с ранними сапиенсами и проявляются в изготовлении инструментов, использовании пигментов и не только. А различия с современными людьми отмечены в строении скелета, включая и черепную коробку. Одной из таких особенностей, которая отличает современных людей от наших вымерших родственников и предков, является более округлая форма черепа при слегка меньшем объёме. А поскольку компоненты черепа приближенно отражают внешнюю форму мозга, эти различия могут также отражаться в нейронной архитектуре. У современных людей мозг имеет более шаровидную форму с округлой и расширенной задней черепной ямкой, в которой находится мозжечок и более выпуклые теменные кости. Сравнительный анализ показывает быстрые эволюционные изменения этой структуры мозга у обезьян и людей. Эволюционная история нашего вида в настоящее время исходит от окаменелости из джебель-эрхут в Марокко, датированных примерно в 300 тысяч лет. У находки из Марокко кости лицевого черепа и зубы выглядят относительно современно, в отличие от более удлинённой черепной коробки, которая больше напоминает архаичные виды людей и неандертальцев, что не могло не вызвать споры о классификации находок из джебель-эрхут. Однако совместно с черепами из Южной Африки и Эфиопии эти окаменелости документируют раннюю эволюционную фазу человека разумного на африканском континенте. Округлая форма черепа постепенно возникла у Homo sapiens, развиваясь независимо от размера мозга, вследствие реорганизации мозжечковой и височно-теменной областей, с продолжающимися постепенными изменениями. С точки зрения антогенеза, форма мозга зависит от сложного взаимодействия между ростом черепной кости, размером костей лицевого отдела, а также темпом и способом развития нервной системы. У современных людей округлость возникает во время перинатального развития, от 154 дня внутриутробной жизни плода до 8 дня после рождения, в период, когда быстро расширяющийся мозг является основным строителем формы черепа. Поэтому было высказано предположение, что округлость черепа отражает эволюционные изменения в раннем развитии мозга. Тем не менее, рельеф на внутренней стороне черепной коробки отражает только внешнюю форму мозга и не может предоставить прямую информацию об основных особенностях нервной реорганизации. В новом исследовании специалисты из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Лейпциге объединили палеоантропологические данные из останков неандертальцев с данными нейровизуализации и анализа ДНК, включая экспрессию генов, более 4000 человек европейского происхождения, преимущественно из Нидерландов и Германии. Чтобы исследовать молекулярную основу округлости черепа, и количественно оценить различия во внутренней форме черепной коробки у неандертальцев и современных людей. А также изучить, какие привнесённые фрагменты ДНК неандертальцев влияют на этот фенотип. При этом учитывалось, что рельеф внутренней стороны черепной коробки является сложной чертой и на него могут влиять множественные гены, расположенные в разных частях спирали ДНК, каждый из которых имеет лишь небольшой эффект. Поэтому учёные использовали фенотипические генетические различия между современными людьми и неандертальцами в качестве фильтров, чтобы ограничить пространство поиска. В результате выяснилось, что аллели неандертальцев РС 28445963 на первой и РС 72931809 на восемнадцатой хромосомах связаны со снижением округлости черепа. Эти аллели влияют на процесс, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в РНК или белок у двух соседних генов UBR4 и PHLPP1. UBR4 участвует в нейрогенезе, а PHLPP1 в процессе формирования миелиновых оболочек вокруг отростков нервных клеток. Это электроизолирующие оболочки, покрывающие аксоны многих нейронов. UBR4 кодируют убиквитинли газу, которая регулирует нейрогенез в развивающейся новой коре и способствует миграции нейронов помимо прочего. У мышей его потеря в развивающемся мозге нарушает нейрогенез, что приводит к значительному уменьшению размеров черепа. А у людей даже небольшие изменения экспрессии гена также могут иметь функциональные последствия. А PHLPP1 кодирует отрицательный регулятор фактора роста. Его снижение у мышей приводит к быстрому образованию миелиновой оболочки нервных волокон. У носителей аллели неандертальцев экспрессия PHLPP1 несколько выше в мозжечке, что затормаживает там процесс образования миелиновой оболочки нервных волокон. В новом исследовании это согласуется с менее округлой формой головы. В целом новые данные позволяют предположить, что аллели неандертальцев вблизи UBR4 и PHLPP1 связаны с более низким уровнем начальной стадии нейрогенеза и процессом формирования электроизолирующей оболочки вокруг отростков нервных клеток во время развития мозга, что может способствовать изменению нейроанатомической морфологии некоторых подкорковых структур и мозжечка, а в сумме привести к менее округлой форме головы. Однако дело не только в форме головы, потому как базальные ядра и мозжечок связаны с моторной корой и участвуют в обучении и координации движений. А базальные ядра также связаны с разнообразными когнитивными функциями, памятью, вниманием, способностью к планированию и, возможно, с развитием речи. Но не спешите ощупывать свою голову и головы близких на предмет оценки формы, тем самым определяя наличие генов неандертальцев. Менее округлая форма черепа не гарантирует их наличие на 100%. К тому же вместо описанных могут быть и другие гены неандертальцев, которые не связаны с формой головы.